Здравствуйте, мои хорошие! Светочка, спасибо тебе за чеснок. И знаете, вот использовала я совет, что чеснок нужно поместить в трехлитровую банку, накрыть крышкой, и все с ним будет хорошо. Я на него посмотрела, вроде бы он сухой, но хорошо, что вчера бросилась к этому чесноку, а он просто начал уже цвести. Я его засунула в духовку с обдувом 45 градусов, и он у меня немножечко вот подсох. Вы слышите, какой он уже стал хороший? А то просто был мокрый и сгнил бы еще бы чуть-чуть. Не знаю, что-то может я неправильно сделала. Я сегодня хочу, где лучше чеснок оставлю, в холодильничек положу, а этот залью маслом на длительное хранение. Что я делаю? Я взяла сотейник, налила растительное масло и поставила на огонь. Масло должно закипеть, я его потом выключу и остужу. Мы будем заливать не горячим маслом, а прокаленным. То есть сейчас моя задача чесночок этот весь очистить и простерилизовать пол-литровую баночку. Я буду делать пол-литровую банку. Все остальное там маме дам, раздаю, потому что у меня чеснок не хранится. Еще с таким способом, какой я использовала. Не знаю, что не хочу никого обвинять, но так получилось. Все, сейчас я стерилизую банку и хочу еще раз извиниться, что так вот как-то получилось. Человек прислал, а я вот так, не обдумавши этот совет, вот так вот сделал. Ну не страшно. Что еще один минус? Чеснок, который я сушила в духовке, я скажу вам честно, я его забыла. Он всю ночь у меня был в духовке. Духовка приоткрытая, но все равно, видите, он стал такой вот, как будто бы немножко запеченный. Видите, вот здесь он такой беленький кончик, вот с зелененьким даже, а здесь как запеченный. Но ничего страшного, вот какой есть, такой и буду использовать. И еще осталось на такую же баночку для мамы. Так, я беру веточку розмарина. Знаете что, вот такой чеснок можно хорошо, вот в жизни получается так, не было бы счастья, да несчастье помогло. Так и тут у меня. Вот такой чеснок с розмаринчиком и с базиликом заливаете маслом. И этот чеснок вы используете все время для приготовления блюд, а вот это вот масло можете использовать, это получается ароматное масло. Можете использовать его для приготовления заправок, салатов. Все, масло у меня уже остыло, и я этим маслом заливаю чеснок. Хотя бы хватило. Не, смотрите, на глаз наливала, все-таки, как говорится, опыт не пропьешь, да? Или как говорят там. Все, никакой соли, ничего. Накрываю сейчас я крышечкой, ну капруновой, потому что это у меня нет висков, капруновой крышкой и ставлю в холодильник. И вот уже даже можно сегодня брать этот чеснок и использовать для... Ой, как я палец... Смотри, чистила чеснок, видите, как палец парила, такие ножи острые. Все время. Используйте для приготовления любых блюд. И так чеснок у вас будет храниться до весны, не переживая, что он у вас пропадет. Поэтому, если вы вырастили чеснок, если вам кто-то прислал, если вы купили, не держите так, как я его держала в банке, там нету кислорода, а чеснок, как бы вы его не сушили, он сухой, он начинает свисти. А вот таким способом масло уже холодное, оно не горячее. У вас чеснок будет свежий, но он не будет пропадать, так как масло делает такую пленочку, которая не дает попадать туда микробом. Так, с чесноком разобрались. Сейчас мне... Идемте, я вам расскажу дальше, что. Я услышала ваше возмущение, что я не показала, как выглядит чеснок у банки. Вот он как выглядит, видите? Вот это масло достаточно. У вас он будет беленький, у меня чуть-чуть такой, знаете, запеченный. Вот такой вот чеснок. И теперь у вас голова не будет болеть, что он пропадет. А он свежий, по идее. Так, все, чеснок оставляем. Крича через забор моя Танюша Почтальюн принесла мне вот такую маленькую опять бандероль. Говорю, что это она? Я же не знаю, что ты там выписываешь. Китайская. Это, наверное, тот парень, Саша, который прислал мне, как она называется, штору. Вот он мне прислал вот эту вот, как говорится, посылочку. Сейчас посмотрим, что это. Ребят, я понимаю, что вы прикалываетесь, но это вот платить деньги за доставку, за пересылку, какая-то фигня. Я так думаю, что это какой-то детский паровозик, конструктор. Или что это? Вот видите, вот там какая-то резинка. Или это автомат какой-то. Вот вроде такой, как с автоматом. Короче, не знаю, ребята, это просто прикол. Кто-то прикалывается, кто-то присылает мне денежки такие вот и присылает вот такие вот посылки. Я не пойму, что это. Это, мне кажется, конструктор. Нет, это не поезд, это автомат, да? Я думаю, что это сборной автомат. Ребята, посмотрите, это кто-то мне присылал с намеком, чтобы я застрелилась. Это точно автомат, мне кажется. Я думаю, это паровоз сначала, вот видите. А теперь я думаю, что это автомат. Спасибо вам большое. Я соберу. Этот автомат будет у меня настроен на плохих подписчиков и на тех, кому нехрен делать. Ну, мне все равно интересно и смешно. Прислали автомат, чтобы Алла застрелилась. Это дурдом просто. Ну что, я была права. Все-таки вот такой вот автомат или пулемет, я даже не знаю, как это правильно сказать. Вот смотрите, видите? Но я еще не могу разобраться, нету схемы. Вот эти вот две ручки, как держат, он должен... Это, я так понимаю, прицел, правильно? Да. Это вот, эта штучка ходит туда-сюда, это ставить, я понимаю. даже курок действует. Ну, это просто дурдом какой-то, какой-то... Знаете, как раньше черную метку присылали, какой-то он мне прислал вот этот вот пистолетик. Ребят, вам не жалко своих денег, а? Вы заплатили за пересылку? Оно вообще, оно в мусорку все это пойдет, эта головоломка. Почему здесь две вот такие вот, как ракеты пули, я думаю, это ракеты пули. Ну, вот это вот держалки, которые, я так думаю, поднимают. Ну, еще помадыкую. Боже мой, это вообще... А резинка? А резинка, чтобы мозги до кучи собрать, да? Ой, вообще... Так и не дурочка, уже к Сереге сходила. Короче, ваш подарок, чтобы я застрелилась, не получается. Смотрите, вот я собрала уже, ой, полностью этот пистолет, действительно. Вот это вот можно вставить на пол, вот есть прицел, видите? И даже вот этот вот курочек маленький, он даже стреляет. Сейчас, секунду. Ой, пальцы все порезаны. Вот смотрите, видите? Слышите? Стреляет. Какую цель взять? Горшок, да? Вот смотрите, горшок. Чунь, чунь. Но куда вот это? Я понимаю, что это штучки, которые должны держать, ну вот это ружье, например, оно должно быть, вот оно стоит, как, знаете, вот эти, вот в землю оно так упирается, две штуки вот сюда. И куда вставлять вот эти бомбочки? Это, по идее, вроде бы как бы снаряды, правильно? Два. Но куда? Дырок уже нету. под крыльниками вот здесь они не держатся, эти бомбочки. Короче, спасибо вам за подарок, но не получится мне этим подарком, как говорится. Боже, мне просто странно. Не жалко ли вам денег, а? Может, это кто-то перепутал, додумал, что у меня такие маленькие дети есть. Так у меня таких детей нету. Ладно. Вчера немножко соскребла листья вот эти, не хотят падать. Но здесь чистые, здесь можно на компостную яму. А вот со смородиной вчера немножко выгребала. Вот та полила в мангале, конечно, не хотела. Я вчера дров спалила больше, чем листьев. Видите, смотрите, сколько я хороших, сухих дров для шашлыка спалила. Ну, а ночью оно немножко разгорелось, видите, но не все прогорело. Ну, ничего страшного. А так вот это все надо выгрести, чтобы там ничего не оставалось. Вот этот лист упадет и в мусорку его, или куда. Вот я уже в пакет начинаю собирать для мусорки, потому что эти листья очень больные. Смотрите, видите, их ни в коем случае нельзя на огород. Поэтому все это буду выбирать. Так, ладно, мои хорошие, сейчас собираюсь, мне нужно к маме поеду. Чесночок отвезу, там лекарства надо одно посмотреть. И что еще хотела? А, кассу мне надо. Ну, короче, я буду ехать в город. Все, мои хорошие. Не доведите чеснок до такого состояния, как я. И простите меня, пожалуйста, Светочка, что так вот нехорошо получилось. Я, честное слово, не хотела. А, сейчас я, ну, это уже вне кадра, посажу розы под бутылку. У меня, смотрите, сколько этих роз. Целая куча, смотрите. Смотрите, сколько их. Видите? Выкопаю георгины, ларыны. И в багажнике у меня еще лежат розы, которые я взяла у валенной сестры. Те, которые я вам показывала, когда проезжали испанцы. Так что мне нужно их посадить. Я уже посадила даже вот сейчас через эту. А розы стоят, ребята, смотрите. Ну, уже, конечно, падают. Я еще Ларисе своей дала, невестке, она посадит под бутылку. Так, тут, конечно, такие стекла чистые. Вот видите, бутылочка стоит. Вот она, вот она, бутылка стоит. Это в горшок я поставила розы тоже под бутылкой. Везде розы, 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 розы. На огороде ничего не поменялось. Вчера вот тоже яблоки пообрывала. Листья пусть падают тоже там, там тоже больные выбрасывать. Горчица, смотрите, какая у меня своеводная. Она такая, ну, не похожа даже на горчицу, да? Не буду ничего пилить, не буду ничего косить, все упадет. Грушка, уже листья падают, тоже надо собрать, потому что груш эти и персик еще никак не падает. Вот персик проблематичный, я уже думала заслать. Но потом подумала, оно куда упадет, я его соберу. Нам лежит печаль. Так, и смотрите, петрушку оборвала, в этот зиму она идет, смотрите, какая красавица. Красавица, иди сюда, иди, мартыша, а то за тобой скучают, я извиняюсь, не показала главного действующего лица. Вчера он как перецепился на пороге у меня, там как грохнулся. Привет, ну как дела? Как дела, ты кабанюра? Как дела твои? Я че сегодня колбаску задавала, да? Ты брехунчик, да? Ох, тебя там любит одна подписчица, ох и любит. Передай ей привет, мартыша. Ой, поделюсь, 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 поделюсь. Пошел, пошел, пошел. Ну ты ж не показывай свое место заднее. Вчера сижу за компьютером, заходит в дом, мяу, мяу, пошел, походил по дому. Пошел, 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 пошел. Ну, вы думаете, что я утром встала? Думаете, где Мартын был? На моем сиденье. Я на него ругаюсь, это я сама оставила здесь. Он мне все стулья повымазал, и вы же, смотрите, какой грязный. И на мое сиденье лежит, как будто дома не надо лежать. Ну что? Ну, говори. Дай гром, ты что, охрип? Ого, ого. Ты охрип, Мартын? Мартык. Ах ты, Мартык. Осторожно, ножик вот грибной лежит, что порежешься. Все, до свидания. Ага, бо, чеснок скажут опять, а ну куда ж ты показываешь свои коки? Ну ты даешь, Мартын. Некрасиво. Ну что ж ты показываешь свои достоинства муски? Ну ты придумал. Фу. Отгад. Отгад. Ты посмотри какой. Я должна за тобой бегать, чтобы ты не показывал свои кокохи. Все, пока, тигра. Не трогай, это ружье. Настоящее ружье. Ну ты почем. Мартын, ты рамсу перепутал, ты понимаешь? Ты же не тут живешь. Уже совсем, смотри, как мало осталось о колбасах. Дивись. Ах ты, раскудрить твою. Идем. Идем уже, ради бога. Пошли. Идем. Ребята, я хочу быть Мартыном. Кто меня возьмет домой к себе, как Мартын? На два хозяина, на два дома жить. Ах ты, ах ты, Ага, 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 ага. Так, все, хочу, как Мартын, на два дома жить. Возьмите меня, пожалуйста, к себе. Все, приятного аппетита, Мартыша.